Приветствуем вас, дорогие наши зрители. Сегодня здесь в союзе, в тандеме даже, можно сказать, союза татарских порталов и портала Питер Татар мы проводим встречу. Встреча, она имеет с собой некую преамбулу, потому что сегодняшний спикер – это Константин Скобельцин. Он у нас уже участвовал и был в общем таком интересном тоже мероприятии, когда мы говорили, размышляли на тему искусственного интеллекта, а потом он согласился с нами развернуть беседу на тему, что такое блокчейн и криптовалюта. И чем дальше, как говорится, тем интереснее и сложнее, и хочется разобраться более детально, поэтому мы решили сделать несколько частей нашей беседы, разбить это. Поэтому кому интересно, обязательно посмотрите эфиры, которые были ранее, про искусственный интеллект и про что такое блокчейн, чтобы в этом разобраться, потому что Константин очень подробно рассказал про протоколы, как они состыковываются, и в целом про экосистему. А сегодня я хочу, чтобы мы поговорили на тему блокчейна с позиции интернета, потому что когда мы, обычные обыватели, ныряем в эту сферу, в эту тему, начинаем находить схожесть с тем, что вот интернет, как он развивался, если мы вспомним 90-е годы, какие были поисковики, какие были сайты, это все очень было примитивно, статично. И как сегодня, да, будем говорить, глобальная сеть развернулась и стала достаточно серьезным даже таким для многих пользователей сферой для получения прибыли, создалась вот эта профессия, будем так говорить, блогер и так далее. И вот блокчейн на сегодняшний день, он тоже, если сделать небольшую такую ретроспективу, с 2008 года, когда он только появился, блокчейн, первый протокол, и потом, когда в 2015 году появился эфириум, и вот эта технология развивалась, экосистема развивалась, то, конечно же, мы уже находимся в такой парадигме, когда все распознали преимущество блокчейна в том, что это, первое, децентрализация, то есть в обход традиционно финансовым системам, это банки, биржи, страховые компании, можно делать транзакции. И вторая достаточно существенная такая тоже тема для многих стала, это авторство, потому что вот это вот право на собственность, ее дальнейшая передача в виде криптографических, невзаимозаменяемых токенов, назвали это NFT, это вот стало каким-то достаточно серьезным хайпом, особенно в период пандемии, и вот эта всеобщая токенизация, которая происходила, она поглотила многих. И вот сейчас, когда вот эта тема, связанная с правами на собственность, она как бы обусловлена тем, что появился смарт-контракт, в котором учитывается цифровой сертификат, и он позволяет тем, кто созидает, особенно если мы берем вот в интернете, создает какие-то интересные гифки, там арт, какие-то объекты, даже можно видео записать, его выложить, и от просмотров, от распространения получать дивиденды. В общем, в целом, как вот развивался интернет, так и блокчейн развивается, и от нас лично зависит, в каком русле и с какими положительными и также отрицательными аспектами он будет развиваться. Поэтому, что мы туда вложим, то и получим. И здесь как раз-таки Александр, не Александр, а вот Александр Филатов, который тоже говорит про технологические предпринимательства, я при подготовке к нашей беседе почитала его интервью и чем он занимается, говорит о том, что вот сейчас мы вот, по сути, вот пережив вот эти две технологические революции по блокчейну, входим в такую фазу, когда борьба идет за тех, кто занимается разработками для приложений, и в целом дальше вся эта технологическая история будет иметь достаточно вообще серьезные такие квантовые скачки. Только вот хотелось бы в этом плане побольше разобраться, а где здесь преимущества для социума, для обычного пользователя, и как он это может для себя использовать, и что для этого нам необходимо. Поэтому мы для беседы Константина Скобильцина пригласили, он поддержал и сказал, что да, расскажу, о последних новостях в том числе. Итак, представляю нашего сегодняшнего спикера. Константин Скобильцин, директор научной студии, эксперт в области разработки высоконагруженных информационных систем. Константин Харликин. Да, спасибо. Ну что ж, коллеги, приступим потихонечку. Да, да. То есть давайте тогда небольшой такой обзор, в чем схожесть блокчейна с интернетом, в чем здесь социальный аспект, ну и дальше уже как бы небольшие кейсы, как можно это для себя, может быть, развернуть с точки зрения развития своего творчества, своих каких-то разработок. Да, замечательно. Ну, разумеется, интернет, что это такое? Это просто, на самом деле, большое количество потоков информации, которые передаются от человека к человеку. Ну, разумеется, до этого было, в общем-то, как устроено. То есть интернет – это про информацию, банкинг – это про средства, и какие-либо там правовые документы про передачу прав владения. Сейчас все потихонечку, логично, переходит в одно поле. То есть кто-то пытается это, разумеется, сделать через интернет, разумеется, успешно. Ну, взять хотя бы госуслуги, то есть замечательный продукт, где как раз есть огромное количество факторов, то есть там можно решить уже любой вопрос, по-моему, из области простого бытового поля. Но при этом, как передавать цифровые активы? То есть, к примеру, вот я создал какую-то программу, я хочу, чтобы ее могли открыть другие люди, и я хочу, чтобы за ее открытие, допустим, мне приходило небольшое денежное вознаграждение. Как это сделать? Ну, элементарно, самый простой вариант, это, разумеется, сделать приложение на iOS или на Android, его разместить, пройти модерацию, и после этого запускаем его. После того, как оно запущено, 20% или 30%, в зависимости от того, какие условия, от стоимости, которая будет проходить через приложение, будут приходить ко мне на счет. После этого, я после этого буду им очень платить налог. Итак, после этого происходит следующее. Значит, когда денежка ложится на счет, она, разумеется, проходит через налоговый пересчет, и после того, как налоги оплачены, она уже падает на счет в банк. Ну, или, наоборот, сначала в банк, потом в налог. Ну, тут уж как настроено. И самое интересное заключается в том, что вот этот момент, грубо говоря, зависит от других контрагентов. И бывают моменты, когда происходят проблемы. То есть, либо это вас могут удалить из приложения, магазин приложений, или, например, как это произошло с Google Play Маркетом, просто сам магазин может быть заблокирован. То есть, сейчас, чтобы зайти в Google Play, тот же самый, без VPN, это не получится в консоль разработчика. И, насколько я помню, в консоль уже сказал, чтобы скачивать приложение тоже. Но это не точно. Я последний раз проверял, наверное, неделю-четыре назад. Вроде все нормально работало с точки зрения простых обывателей, но с точки зрения разработчиков уже давно без VPN нельзя зайти. Но самая главная проблема в том, что, а если я хочу, например, продать какой-то вот, ну, грубо говоря, цифровой актив внутри своего приложения, и я хочу, чтобы его можно было приобрести внутри другого приложения. Или передать, допустим, своего героя из одной игры в другую игру. То есть, вот такие вопросы. То есть, сейчас, конечно же, это очевидно происходит, ну, не происходит, если быть точным, это невозможно. То есть, в лучшем случае, надо либо какие-то делать костыли, либо просто дублировать персонажей, либо дублировать предметы, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы такое решить, нужна какая-то общая платформа. Вот сейчас платформа Blockchain как раз предлагает свой сервис, уже не только как средство для передачи финансовых активов, но и просто как средство передачи цифровых активов. То есть, это могут быть документы, это могут быть персонажи, в общем, любая вещь, которую можно оцифровать и описать. Причем передача с правом владения, с правом создания, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы можно было проследить всю историю цифрового актива от начала до конца. Но, разумеется, главная проблема блокчейнов, это был вот этот механизм, который позволяет определить, что транзакция произведена успешно и принята в базу данных. Раньше это был Proof of Work, разумеется, очень расточительный алгоритм, который позволял, конечно, эффективно защищать развитие системы базы данных, но при этом он очень сильно, разумеется, потреблял ресурсы. Перешли на Proof of Stake, который намного более эффективен, но намного более также еще и зависит от стоимости инвестированных средств, нежели от инвестированной инфраструктуры. Тут, на самом деле, тоже может быть момент. И как раз проблема оказалась в том, что когда люди перешли на новую платформу, им не хватало мощности, то есть не хватало, грубо говоря, количества запросов в секунду, которые может сеть обработать. И сейчас современные как раз решения в области блокчейна, они фокусируются на времени, когда транзакция будет принята системой, произведена и реализована, так называемая финализация. И вот здесь начинается новая конкуренция, потому что существует огромное количество платформ для блокчейнов, это и Ethereum, и Solana, и Cosmos, и так далее, и так далее, и у всех есть свои скорости определенные. То есть если, например, сейчас собирается свою платежную систему на базе блокчейна Ethereum, это создаст, возможно, какие-то проблемы, потому что есть ограничения по количеству запросов в секунду. То есть блокчейн Bitcoin, он обрабатывает 5-10 запросов в секунду. Ethereum, вроде как говорят, что от 20 до 400, в зависимости от того, как написано. В то же время Solana, например, или Cosmos предлагает уже более 100 тысяч запросов в секунду в теории, что позволяет уже задавать действительно серьезные продукты, которые могут быть в основе уже серьезных коммерческих продуктов для дальнейшей разработки. То есть это, в принципе, уже скорости, которые позволяют сделать свой MMORPG, грубо говоря, тот же самый. То есть онлайн-игру, где участвует большое количество людей, и они между друг другом обмениваются различными как цифровыми активами, так и цифровыми атаками и так далее, и так далее. И самими персонажами. Это на самом деле огромный рынок, там много чем можно поменяться. И это будет именно записано в блокчейн, то есть в распределенный реестр, и это будет доступно, и можно будет просмотреть это уже через специальные блокчейн-эксплоуеры, чтобы можно было подтверждать те или иные транзакции. Я думаю, что, возможно, даже вариантом было бы... Вот прям в геймдеве есть одна большая проблема, на самом деле прям большая проблема. Вот, например, идет игра. А у одного товарища, кто играет, например, интернет быстрый, у другого медленный. Значит, они встречаются в какой-то там арене, нацеливают друг на друга свои виртуальные пистолеты и нажимают на выстрел. Вот. И по факту, тот, у кого интернет медленнее, нажимает на выстрел раньше того, у кого интернет быстрее. Но при этом сигнал в сервер приходит от того, кто нажал... Ну, от того, у кого более быстрый интернет, быстрее. Вопрос. Кого считаем выстрелившим? Персонажа номер один или персонажа номер два? На самом деле, казалось бы, яйца выеденного не стоит. Правильно? Ну, как бы, ну, первый и первый выстрелил. Но сейчас мы знаем, что киберспорт уже начинает развиваться и понятие, как справедливое суждение становится все более-более-более важным. И вот здесь вопрос уже. Как это сделать? А тут есть блокчейн-эксплорер, где можно посмотреть, допустим, от кого первая пришла транзакция на выстрел, от кого вторая транзакция на выстрел. И после этого, как произошла транзакция именно на удаление уровня жизни у персонажей. Вот. И вот эти вещи, вот они на самом деле сейчас становятся все более-более-более критичными, но при этом платформы становятся все более-более быстрыми. То есть, грубо говоря, создаются инклюзивные сети, то есть, которые легко принимают других участников. И эти сети позволяют как раз собирать большое количество людей в одном месте. И это большое количество людей могут создавать большую вычислительную мощность, которая распределяется между ними. То есть, получается такой суперкомпьютер, который решает какую-то одну общую задачу. И вот за эту общую задачу, за то, что люди предоставляют свои компьютеры, они получают небольшое вознаграждение. То есть, получается, что, грубо говоря, это система в себе. То есть, полностью отсутствует серверов центральных, но имеется большое количество просто маленьких вычислительных станций, которые решают каждую свою задачку. И потом это все складывают в общую базу данных, и это все у нас происходит в одном месте. То есть, в отличие от интернета, грубо говоря, решается та же самая задача, передача информации о том или ином факте, но при этом нет серверов. И вот отсутствие серверов превращает вот эту сеть, грубо говоря, в одно большое центральное пространство, где все могут выкладывать свои приложения, выкладывать свои данные, выкладывать свои какие-то цифровые продукты, выкладывать свой арт или то, что они считают артом, это неважно. В общем, могут это выкладывать сколько угодно, и при этом это будет постоянно потребляться сетью, и сеть не будет перегружаться, и она будет продолжать способно это отрабатывать дальше и дальше и дальше. И, к сожалению, это ударит немножко сильно по дата-центрам, которые сейчас существуют, текущие. То есть, ну, представляете, там, грубо говоря, можно купить сервер от 300 рублей в час, ой, простите, в месяц, 300 рублей в месяц, и у вас есть уже небольшой серверок, то есть, там будет два ядра, там какое-то маленькое количество оперативной памяти, и люди на этом зарабатывают. То есть, люди прям покупают настоящие инфраструктуры, и вот это дело делают. А тут можно будет просто взять свой компьютер к сети подключить и, грубо говоря, стать такой маленькой вот этой компанией, которая предоставляет свой вычислительный ресурс. То есть, грубо говоря, кто-то гоняет расчеты на вашем компьютере, а вам за это просто капает денежка. Ну, несчастье ли? Счастье, да, да. В интернете, да, у нас просто сейчас такого нету. А вот, возможно, как раз в аэроблокчейне, то есть, это веб-3, и я думаю, тут потихонечку выходит веб-4, вот тут как раз это начинается. То есть, вот это вот тот самый метаверс, когда монетизируется практически каждая часть. То есть, даже уже неправильно сказать монетизируется, скорее оценивается. Потому что это уже даже не финансовые активы за это люди получают, а иногда просто, ну, посчитайте, купоны на что-то, промо-коды. Как-то так. Хорошо. Тогда мы говорим о том, что вот эта децентрализация, да, концентрализация, вот здесь вот много началось тоже дискурса и обсуждения по относительно цифрового рубля. Вот тот же Китай, да, вот CBDC, они вот цифровую валюту у них там, я не знаю, это тестирование уже закончилось, либо они уже запустили. То есть, центральный банк выпускает вот, ну, как бы свою цифровую валюту, вот цифровую рубль. Это вообще что-то совсем изначально другое, нежели это все-таки какой-то отросток от всей этой системы, связанной с цифровой экономикой. Вот можно покомментировать то, что многие тоже, кто-то боится этого цифрового рубля, а кто-то наоборот говорит, это нормальная такая эволюционная ступень, да, в нашем социуме. Вот как вы находите такие решения? Ну, это на самом деле абсолютно нормальная история, потому что как раз суть децентрализации, грубо говоря, сначала считалась таким образом, что у нас есть одна большая сеть, ну, там, биткоин, эфириум, без разницы, и все дружно заходят туда. Сейчас уже началась децентрализация на уровне сетей, то есть, грубо говоря, есть такая сеть, есть другая сеть, есть третья сеть, четвертая сеть, пятая сеть, то есть, биткоин с эфириумом можно соединить, эфириум можно с саланой соединить, салану можно соединить еще с чем-нибудь и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас идет еще дальше, то есть, идет разделение даже, грубо говоря, внутри салана или внутри эфириума можно создать свою подсеть, которая будет принадлежать лично вам, то есть, и посторонние люди не смогут туда зайти, или вы сможете ее просто развернуть Я, к сожалению, пока еще не читал до конца, как это работает, потому что, я так понял, там еще не все готово, но... Хотя, вроде, обещали запустить, да? И вот запустили, сейчас тестируют, да. Вот, да-да-да. То есть, надо посмотреть уже текущее решение. Возможно, это действительно просто какой-то свой блокчейн развернут, то есть, свой просто набор узлов, в которые просто приходят транзакции снаружи, то есть и мы имеем дело с централизованным сервером, набором серверов, но, тем не менее, внутри этого централизованного набора серверов, там все сервера равноценные. То есть, все равно нет, например, обычно же будет бывает как, когда вы делаете систему, там есть вот этот, допустим, набор, группа серверов будет базой данных. Эта группа серверов будет отвечать за то, чтобы отвечать на наиболее часто задаваемый вопрос, так называемый кэш-сервера. Какая-то группа серверов будет отвечать за отработку бизнес-логики, то есть, так называемая логика, которая решает именно саму задачу. То есть, какая-то группа серверов отрабатывает там бухгалтерию или еще что-то, А тут вроде как будет группа серверов, и внутри них живет большое количество разных сущностей, которые решают эти вопросы. Скорее всего, как-то так. Будем ждать их доклад на самом деле на различных конференциях, там мы узнаем, как все работает. Здесь смотрите, сори, что так вот вклиниваю. Здесь именно меня вопрос интересовал с аспекта преимущества, что все-таки, когда мы говорим про блокчейн, про криптовалюту, все это децентрализация. А при этом можно цепочку прослеживать, и она абсолютно открыта. А здесь централизация, на которой строится вся эта цифровая рубль, она уже подконтрольна. То есть если при Центробанке создается цифровой рубль, и теряется это преимущество, или все-таки есть какая-то другая трактовка, и наш примитивный зашоренный взор на все эти цифровые экономики, он как-то так вот сразу же в кошмаре ситуацию. Вот здесь хочется разобраться, или лучше мы об этом потом поговорим, потому что вот как вы считаете? Ну, я думаю, можно и потом обсудить. Вот сейчас, как я это вижу, да? Сейчас самое главное, просто запустить этот процесс. То есть, грубо говоря, просто создать какую-то вот финансовую, значит, на базе распределенного реестра систему, которая сможет брать какие-то реальные существующие физические активы, и внутри себя учитывать. То есть, такой маленький мостик начинается. Как это пойдет дальше? На самом деле, это настоящее искусство, я думаю, чтобы понять. И я думаю, что сейчас как раз этот эксперимент ведет к тому, что сейчас люди проверят, как все работает на старте. После этого, значит, будет принято решение, хватает, не хватает, я думаю, вычислить мощностей, потому что с блокчейном, если он неправильно настроен, шутки плохи. Эта штука сразу же захлебывается и умирает. Вот прям сходу, прям у вас просто не хватает мощности и все, и привет. Вот, и я думаю, что когда они решат вопрос с мощностями, с интеграцией системами, в принципе, это создаст механизм прослеживаемости, то есть, грубо говоря, за каждую покупку будет прямо прозрачная, прозрачная вот эта вот цель. То есть, ну вот, например, у вас в кармане блокбанкнота, да, 50 рублей. Вот вопрос, как она появилась? Кто-то грант получил, кто-то кредит получил, кто-то там получил, просто, не знаю, там, ну там, просто нашел на улице, то есть, как она вообще появилась, то есть, откуда ее источник. После этого, кто первый ей воспользовался, кто второй ей воспользовался, кто третий. Представляете, вы могли бы у каждой блокбанкноты посмотреть историю, вообще, что с ней было. То есть, я уверен, что появится 50-рублевая, которая стоит дороже, чем 50 рублей, потому что в руках их держали уважаемые люди, а бывает, появятся 50-рублевые, скорее всего, которые будут дешевле, чем эти 50 рублей, потому что они будут черти кем пользоваться. Вот, вот эти вот моменты как раз, то есть, ну, представляете, вот для фанатов, да, там, какие-нибудь фанаты, какого-нибудь представителя, там, артиста, будут покупать 100-рублевую купюру, которыми он расплачивался. Ну, это да, из разряда искусства, да, такое факто, да, то есть, получается уже от ценности просто денежного обмена, да, чего-либо, оно становится как раз вот тем, что, ну, как бы, как какой-то, ну, не арт-объект, но что-то такое вот, другая ценность обретается у того, что, ну, как бы, на что можно было обменять эти 50 рублей. Да-да-да-да. Хорошо, тогда вот вопрос в таком ключе. Вот человеку, который созидает, например, он там композицию музыкальную записал, да, и ее вот, собственно, там, выдал в эфир, там, ну, вот он ее оцифровал бы он тогда. Дальше вот сможете нам вот этот путь токенизации, нужно ли это делать, на какой платформе, или сейчас еще преждевременно об этом говорить, вот, потому что наши зрители, и кто вообще читает портал, и кто состоит в Союзе, люди в основном такие творческие, интересующиеся, и вот тема вот этого татарского нашего наследия, вот мы каждый год, например, делаем концерт, да, вот под Новый год, собираем, и вот представляете, вот все это на такой волонтерской, филантропной составляющей, а когда его смотрят, 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 если что-то будет через токены оседать для того же нашего, да, вот нашей небольшой такой инфраструктуры, это тоже нам будет в плюс, как бы, да, в развитии, вот помогите сориентироваться в этом плане, или еще пока преждевременно об этом говорить? Знаете, на самом деле и да, и нет, к сожалению, мы как раз посерединке находимся, потому что сейчас что такое токены, те же самые, да, то есть токен, это просто-напросто запись в каком-то распределенном реестре, то есть это по сути обычно что люди делают, берут ссылку, то есть кладут на какой-то сервер данные, эту ссылку токенизируют, и вот эту ссылку, уже вот этот токен, его продают, вроде бы современные некоторые сети уже позволяют туда загнать прямо mp3-шный файл, или да, файл какой-то там исходника оригинального, да, но мы знаем с вами, что исходник там на 4 минуты, который прям супер-супер исходник, музыкальный тоже самое, он может занимать до 2 гигабайт спокойно там 4 минуты, то есть когда в супер-качестве, поэтому это пока проблематично, потому что надо будет загонять вот эти вот огромное количество информации в систему, поэтому это еще не готово, тем не менее иногда NFT-шки могут использоваться для того, чтобы доказать право владения, то есть или право допустим первого ну там выкладывания, и вот у меня как раз недавно такая в голову идея приходила, ну как идея, она уже реализована, просто возможно надо как-то по-другому повернуть, знаете такое приложение Shazam? Оно слушает музыку и определяет, что это за композиция, ну да, их купили Apple, реально классное приложение, позволяет, музыка играет, вы просто включаете, записываете, и узнаете, что это за песня, и с довольно высокой вероятностью он определяет верно, и вот что интересно, вот эта штука, вот эта вот, у них есть в открытом доступе их алгоритм, по которому они работают, и они создают так называемые метки, то есть те же самые токены, но токены не в смысле блокчейна, а токены в смысле другого, то есть это, там язык музыки имеет определенную структуру, из него определяются определенные параметры, там определенные зависимости, и в общем, короче, каждая песня получается в маркер, грубо говоря, и вот этот маркер, он уже не такой большой, вот в принципе никто не мешает взять композицию, взять от него маркер, и положить его в токен, или, например, элементарно взять там композицию, взять от нее хэш-функцию, грубо говоря, то есть это, может помните, прошлое обсуждали, это которая принимает на вход неограниченное количество данных, а на выходе дается строка, какой-то определенной заранее заданной длины, вот, и, например, этот файл, грубо говоря, хэш, его закладывается туда, и тогда в случае, если будет вопрос об авторстве, можно будет всегда показать, что типа вот файл-исходник, вот токен, который был заложен тогда-то, тогда-то, вот в такой-то сети, в таком-то блокчейне, вот тогда-то, тогда-то, и можно прямо доказать, что человек первый его загрузил, что у него есть право на этот код, что у него есть право на этот продукт, вот, на самом деле это решит огромное количество, конечно, проблем с интеллектуальной собственностью, потому что сейчас, например, вот, грубо говоря, когда какие-то решаются вопросы, это прям вызывает прям серьезные, серьезные, вот, как раз инфраструктурные вопросы, проблемы, то есть, типа, а как узнаешь, что человек первого выгрузил, ну, там, допустим, вот база данных, вот есть логи там, выгрузки, а вдруг логи поменялись, то есть, база данных же не содержится, все переходы, все изменения, и вот тут как раз вот такие вот вещи, как распределенные реестры позволят, потому что там известно, когда появилась вот эта транзакция, известно, кто ее отработал, кто ее положил, где она лежит, ну, не где она лежит, в смысле, где она в сети находится, в общем-то, и довольно прозрачный процесс происходит, то есть, так что я думаю, что здесь именно вопрос, даже уже не столько к блокчейну, к этим вот системам, а сколько уже к самой токенизации данных, то есть, особенно музыкальных, например, то есть, вот вы музыку сделали, дальше что, то есть, как ее вот преобразовать, то есть, положить на сервер, и потом как ссылку положить, но сервер упал, денежка кончится на нем, и все, и привет. Вот, а есть какие-то уже приложения, или это некий, такой тренд, что будут такие приложения, чтобы оптимизировать как раз-таки вот этот большой объем в какую-то там значную, да, там ссылку, ну, то есть, вот конвертацию, да, вот эту делать, существуют ли уже такие инструменты? Я лично таких инструментов не знаю, но в принципе могу предложить на самом деле, то есть, а именно сервисов таких не знаю, но вообще, вообще, возможно, это как раз рыночная ниша, потому что, грубо говоря, там посчитать хэшек от файла, это продукт уже, это в программе, которую ты умеешь делать, ей уже десятки лет, то есть, тут проблем нет, положить в блокчейн тоже проблем нет, то есть, тогда надо вопрос, если, например, плохой человек, который возьмет этот вот ваш файл, и его использует, как, например, какой-нибудь, ну, как бы его немножко видоизменит, и получит от него хэш, он уже будет другой, он скажет, а у меня другая песня, и вот поэтому здесь вопрос правильного хэша еще, то есть, правильно вот эта вот система, которая позволяет сжать большое количество данных, маленькое количество данных, но которая будет, допустим, устойчива к небольшим изменениям, и вот тут как раз, когда мы говорим, что типа вроде как неустойчива к небольшим изменениям, но устойчива, как бы, то есть, мы, получается, сами себе противоречим, то есть, мы говорим, типа, вот чувак там одну нотку поменял, у него хэш файл, файл поменялся, значит, это другой файл, но нет же. Ну, вообще, да, это целая реальная метровселенная. Мы вроде как какой-то кейс развернули, да, такую нишу нашу. Да, ну, вообще, это проблема. Здесь у нас куча вопросов, да, поразительно. Константин, есть такой вопрос относительно именно социального взаимодействия на платформе блокчейн и какие могут быть плюшки, да, какие возможности он открывает. Потому что, например, для разработчиков это, да, хорошее поле для деятельности, как я понимаю, есть гранты, вознаграждения за свои вот эти интеллектуальные ресурсы, за свое время. Что вы можете в этом плане сказать и вот состыковать, что вот разработчики, бизнес, медийщики, да, вот каким образом может развернуться вся эта криптоэкономика в реалиях сегодняшних дней. И что вообще происходит на сегодняшний день? Да, сейчас, поскольку мы уже практически, вернее, это уже факт, что система с криптотехнологиями, в том числе распроизведенный реестр блокчейн, это будущее современных IT-решений, то тогда возникает вопрос, а на какой из сетей блокчейн, на какой из платформ все это будет происходить? И, разумеется, ответа как такового нету, потому что тут есть, вот, например, биткоин, но биткоин позволяет просто передавать деньги. То есть это просто финансы, грубо говоря. Есть Ethereum, который позволяет делать смарт-контракты. Первая сеть со смарт-контрактами, где можно создавать системы, которые сами будут каким-то образом друг с другом и с другими участниками сети взаимодействовать. Но вот вопрос. Сейчас есть, например, еще система Solana, которая тоже позволяет делать то же самое. То есть есть огромное количество сейчас сетей, где есть смарт-контракты. Одни работают быстрее, другие быстрее принимают транзакции, третьи быстрее финализируют транзакции. Это то есть они добавляют их в блокчейн. Четвертые там позволяют создавать более эффективно какие-то моменты. Пятые позволяют большее количество данных закачивать в сеть. Шестые позволяют более эффективно отрабатывать эти данные, допустим. Шестые там позволяют огромное количество людей одновременно подключаться к каким-то смарт-контрактам и получать результаты. То есть огромное количество продуктов на рынке блокчейн-технологий. И логично, что сейчас идет между ними большая конкуренция. Потому что кто сейчас захватит эту платформу, тот на самом деле позволит себе получить большое преимущество в будущем. Конкурентное и не только. И для того, чтобы это сделать, существует огромное количество грантов, огромное количество хакатонов, огромное количество конкурсов, где люди участвуют друг с другом, соревнуются. Разработчики привлекаются, тренируются, отрабатывают различные приемы, улучшают систему, там ломают, находят ее преимущества или недостатки, которые потом исправляются. То есть создается движ по разработке. Потому что где есть разработка, там есть в принципе и ценность. Где есть ценность, там есть клиенты. Где есть клиенты, там есть жизнь. В принципе, все очень просто. То есть как цивилизации появились все вдоль рек, так же в принципе и современные технологии появляются там, где много людей. То есть если раньше, грубо говоря, инфраструктура диктовала население, то теперь население диктует инфраструктуру. Довольно забавный эффект на самом деле. И вот что интересно. Существует огромное количество вопросов, которые уже существующие IT-решения решают. То есть их реально безумное количество. Практически любой вопрос можно решить с помощью интернета. Что же предлагает блокчейн? Блокчейн предлагает это все дело решать, но только еще для большего количества людей. Потому что не каждый может позволить себе купить сервер, проверить. То есть не каждый сможет купить себе доменное имя, хостинг и такие вещи. Хотя это, конечно, элементарные вещи, но не для всех. На самом деле, к сожалению. И вот сейчас идет большая борьба за то, чтобы могли люди простые подключаться к блокчейну. Для этого производятся, еще раз говорю, хоккатоны, конкурсы. И чтобы все это дело реализовать, существует большое количество платформ. То есть каждая платформа имеет свой пул вот этих вот моментов, где люди могут участвовать, получать награждение и открывать свои решения в open source. Для того, чтобы другие люди могли прийти, участвовать и выкладывать приложение в open source. Как пример, например, наша история с музыкой. Вот возможно, действительно есть потребность в таком продукте. Но, честно говоря, не знаю. У нас много в России судебных интересных дел по поводу авторства той или иной песни? Ну, если брать вообще вот это юридическое поле и засвидетельствовать свое авторство на что-либо, это огромная проблема. Я с этим еще столкнула в 2000-х годах несовершенства и вот эта лабикознательная база, это вся волокит. Очень многие просто сдаются на этом плане, в этом плане, либо, ну, как бы свои права сдают каким-то более серьезным глобальным компаниям, да, там. И они уже этими вопросами занимаются, потому что там сразу же привязка финансовая, если там какая-то, да, там альбом какой-то и так далее. Но до этого нужно же дорасти, чтобы быть интересным, глобальным. Поэтому все, что касается такого маленького частного формата, это, ну, сегодня же много таких вот творческих личностей, которые созидают. И, конечно, для них вот пока не дорастут до каких-то масштабов, но хотелось бы себя запретить. И в этом плане, да, вот поговорить об этом тоже хочется. Ну, тут, да, интересно. Или, знаете, на самом деле есть более простой кейс, наверное, на котором он будет намного более показательный, чем сейчас, чем на музыке. Во, давайте, знаете, какой лучше кейс разберем? Ну, смотрите, вот я недавно разговаривал со своим сотрудником, пареньку 21 год, и он себе купил новую машину. Ну, как она, в иушке, конечно, но для него она новая. Вот, и он решил ее затраховать ОСАГО. То есть просто, значит, ОСАГО, страховка, выплата 400 тысяч рублей в случае того, что если произойдет что-то плохое. И каково же было мое удивление, когда он сказал, что из-за того, что у него такой возраст, стоимость ОСАГО для машины, какой-то простой, стоит, вот угадайте, сколько для 22-летнего парня. Вот я тоже об этом слышала, потому что у меня кто-то права с 2006 года, и моя, там она в районе 7-8 тысяч рублей. Я слышала, что 50-70, как каска для меня. 50 тысяч рублей, да. Да, в районе страховой выплаты в 400 тысяч рублей. Ну, почему так? Потому что большинство людей в его возрасте, допустим, грубо говоря, ездят как отбитые. Ну, допустим, теперь смотрите, вот мы страховая, да? Что мешает нам поставить устройство, которое измеряет, вот, например, как в Яндекс.Драйве, которое измеряет манеру езды. То есть она измеряет перегрузки, торможение, ускорение, перестроение. И нарушение правил дорожного движения. В принципе, в текущей реальной это вообще не проблема. Это просто можно взять какой-нибудь любой телефон, на него поставить приложение, подключить к аккумулятору, и чтобы он 24 на 7 просто передавал. Причем какие-нибудь анонимизированные данные. А теперь внимание, значит, что, какой вопрос может решить блокчейн в данном случае прямо супер мощно. То, что его нельзя подменить. То, что в блокчейне, грубо говоря, то, что записалось, мы знаем когда, во сколько и кем. И вот теперь, смотрите, товарищ ездит, его устройство передает параметры. Ну, не как черную ящику, естественно, надеюсь, что это, я не прав. А просто передает, грубо говоря, ускорение, торможение, манеру езды. Во-первых, если, допустим, происходит какое-то столкновение, и две машины оборудованы этим устройством, то можно будет с легкостью определить, кто, возможно, был в этом виноват, не виноват. Это элемент, ну, это, грубо говоря, для анализа. Но самое главное, возможно, здесь, конечно, тоже может быть проблем, потому что в блокчейне же не сразу записываются данные. Поэтому, скорее всего, в этом верить нельзя. Но при этом за год можно посмотреть среднее поведение водителя. То есть, если, допустим, молодой паренек с маленьким опытом ездит так, как ездят, допустим, там, суперпрожженные суперводители с 40-летним стажем, спокойно, аккуратно, там, не дергается, поворачивает, ездит, прямо не нарушает, то почему он должен платить, грубо говоря, такую же ставку, как какой-нибудь там болтус, который гоняет на полной, в общем, на полной деньги, в общем, пытается что-то изобразить? Ну, разумеется, нет. И вот здесь, как раз, возможно, есть потребность в так называемой как раз умной страховке. То есть, я, например, слышал много концепций про умную страховку, но реально я еще этого не видел ни разу, чтобы можно было прям подключить тариф «умная страховка». Класс. Вообще, какой-то, да, вот вывести коэффициент и, допустим, на основе него уже выводить индивидуальный, да, какой-то такой тариф. Конечно. Да, но это же, опять же, на уровне законодательной, да, вот этой базы. То есть, это нужно, чтобы регуляторы всех этих процессов из Интерсанта, они участвовали были в диалоге. Ну, вообще, министерство там, я не знаю, цифровых технологий, либо министерство, которое по каким-то цифровой экономике, и все, что связано с этим, оно, наверное, как-то уже должно... Потому что, если не мы, то кто? Вообще, гениальная мысль Константин все время придумал, видите, классный кейс, на самом деле, да. Вот он как раз связан с социумом и с потреблением, да, вот с офлайн-жизнью, ну, как бы с реалиями. Круто. А давайте еще больше настроим тогда еще идею. А что если, например, сделать так, что за каждое резкое перестроение, за каждый резкий маневр, добавляя небольшую цену, 10 рублей, допустим. Что мешает, например, грубо говоря, цифровому рублю стать не только средствами передачи, допустим, стоимости, а просто, грубо говоря, чтобы в блокчейн цифрового рубля клались все вот эти транзакции, которые потом бы составляли, грубо говоря, стоимость оплаты на следующий год. На самом деле, никто не мешает. Вот мы ждем по этому систему вот этого цифрового рубля, чтобы вот она открылась. Посмотреть, мы можем, грубо говоря, только брать из нее, или можем в нее вкладывать данные какие-то. И вот тут как раз начинается вот эта вот цифровая блокчейн-экономика, которая позволяет двигаться дальше. То есть вот здесь как раз тот самый вот интернет следующего поколения. Ну, опять же, мы тогда приходим к тому, что, как в Китае, да, вот социальный баланс, да, вот человека, вот насколько ты хорош как гражданин, насколько ты добропорядочен и так далее, и так далее. Мы не превратимся ли в гетто такой вот цифровой, и, ну, в общем-то, жизнь, она как бы, ну, как вот антиутопии, да, прописывают, в общем, да, расслоение общества. И вот эти вот, они такие замечательные, а эти какие-то вообще одиозные личности, и они группируются уже отдельно. Мы не придем ли к такой уже реальности, к таких вот исходных данных? Это такой тоже вопрос, дискуссионный. Ну, на самом деле, этот вопрос, я даже не боюсь дать ему ответ, потому что тут, я думаю, что бы я ни сказал, это будет неправильно. Оно, всякую историю, она же, конечно, движется по довольно забавной траектории, которая, на самом деле, не позволяет предсказать что-либо, но я думаю, что нужно делать все возможное, чтобы вот эти вот вещи, грубо говоря, имели место только в определенных областях жизни. То есть, вот, ну, там, где у нас есть, например, вождение автомобиля, да, вот та же самая страховка, это же, с другой стороны, еще показывает профиль водителя, и есть люди, ну, я не знаю, вы же, наверное, часто водите, да? Вот, но я уверен, что вы согласны, что некоторые люди должны уйти с дороги. То есть, у них надо забрать права, хотя они формально еще не совершили ничего, что бы привело к этому, но по факту люди нарываются. То есть, они создают какие-то аварийные ситуации, какие-то проблемы, и, возможно, действительно, есть какой-то пул вопросов, которые могут позволить вот такие вещи, то есть финансовые вопросы, страховочные вопросы. То есть, надо просто пул, вот, зон, где вот это вот все цифровизуется вот в полной мере. Оно должно быть ограничено, и тогда будет нормально. Если же, действительно, все подряд цифровать просто и ставить вот так, то, действительно, можно привести к тому, что мы получим просто какую-то метавселенную, которая натянута на реальную вселенную. И, естественно, это будет не совпадать, потому что, ну, когда мы каждый раз пытаемся какой-то идеализированный мир натянуть на реальный мир, то мы знаем, что, как правило, теория с практикой не сходятся. Да, и по факту излишнее внедрение этих цифровых систем – это, по сути, излишняя теоретизация, а излишняя теоретизация – это всегда приводит к тому, что… Перевозка. Да, да. То есть только законные физики, я знаю, что они не нарушаются, все остальное, в принципе, оно такое-то мнение. А вот возвращаясь, наверное, к нашей теме, вот именно в связке с финансами, вот монетизация, что может сегодня, на сегодняшний день, да, блокчейн, все, что связано с разными, вот борьба за разработчиков, да, на каком именно приложении, на какой платформе, вот как может это отразиться с точки зрения экономики вот на сегодняшний день? Вот вы лично сейчас пользуетесь криптовалютой, либо из вашего окружения вообще в предселе? Может какие-то крипто-маркетплейсы, может быть, ну, как бы что-то вот в плане более ощутимого, да, вот, связанного с блокчейном, и не только с ним, что можете рассказать из сегодняшних реальных? Помимо того, что происходят гранты, борьба за разработчиков, на какой, да, экосистеме все это будет развиваться, что еще позиции, ну, помимо биржи, да, где там продают, покупают, продают, покупают, что еще происходит? Ну, я лично с криптовалютой оплачиваю сервисы из стран недружественных для того, чтобы поддерживать некоторые наши конкурентные преимущества. То есть это такое у вас решение благодаря крипте, да, то есть получается, чтобы не быть на обочине, да, какой-то такой ситуации. Ну да, потому что действительно есть сервисы, которые еще пока не имеют отечественных аналогов, которые нужны, и за которые мы, ну, с удовольствием платим на самом деле. Есть даже очень простой пример. Компания, вот ваша питерская как раз земляки JetBrains, у них замечательнейшие просто средства для разработки, просто самые лучшие, я бы даже сказал. И для своих сотрудников я использую тоже исключительно такие предметы, ну, вот эти вот программы. Они, к сожалению, покинули Российскую Федерацию, и я теперь вынужден платить именно таким образом. Так что это вопрос такой на самом деле. То есть криптовалюта в данном случае прям помогает. Единственный минус только, что криптовалютам нельзя пользоваться в взаимодействии с компаниями, поэтому мы вынуждены это через личные расходы проводить, а это двойное налогообложение. Вот это неуприятно, кстати. Да, это вопрос JetBrains на самом деле. Мы им это еще припомним. Здесь тогда интересно ваши прогнозы относительно вообще в принципе развития. Вот как вы видите, потому что, разговаривая с вами летом, что произошло за вот эти полгода, может, в логике декабря 2023-го, и какие дальнейшие прорастают тренды. Вот ваши личные прогнозы, вы внутри всей этой системы, и ее поставили руку на пульсе, держите, расскажите ваше видение вот в этом плане для социума и для финансов. Ну, как и любая фундаментальная вещь. К счастью, блокчейн особо свое назначение не поменял за это время, потому что вот если бы его вот как флюгер бы крутил, было бы ужасно. Нет, это по-прежнему средство, которое позволяет добавлять легитимность к любому цифровому процессу. То есть, грубо говоря, это источник правды, то есть ему можно верить в плане даты исполнения, в плане предмета исполнения, это может быть стоимость, не стоимость, то есть у нас есть куча кейсов, когда это не является уже стоимостью. То есть мы записываем какие-то действия пользователя, например, которые бизнес-значимые, или записываем какие-то ошибки серверов бизнес-значимые. На самом деле это тоже довольно важная вещь, потому что многие, ну не слишком хорошие программисты, любят какие-то некоторые вещи подчищать, удалять, или, например, просто терять. А здесь, грубо говоря, все дело пишется, записывается, и у нас есть, грубо говоря, все записанные ходы, все записанные действия, которые потом можно уже в случае, если что-то пойдет не так, чтобы можно было провести правильное исследование, правильное расследование даже иногда, чтобы понять, что уже пошло не так. Так что вот эти вот распределенные системы, они прям важны. И мы сейчас пытаемся, как раз у нас есть один из продуктов, мы сейчас запускаем небольшой тут кластер искусственного интеллекта как раз в IT-парке. И мы как раз планируем использовать также систему хранения с распределенным реестром, когда мы будем проводить хакатоны и различные конкурсы. То есть, грубо говоря, да, потому что, ну, это вот когда взаимодействуешь с реальными людьми, особенно в постсоветском пространстве, многие очень сильно, к сожалению, привыкли к тому, что очень все разболтано, очень все гибко, и они могут просто прийти, начать просто, грубо говоря, капризничать, и, возможно, что-то будет выполнено по их воле. То есть, ну, там, начинается, знаете, элементарно очередь. Вот просто очередь. Вот просто люди в очередь стоят, все равно кто-то пытается влезть без очереди. И здесь же раздаются, грубо говоря, у нас даже, вот мы сейчас делаем специальные токены, то есть токен просто передается на определенный сайтик. Все, по этому токену, вот ты в этой очереди, и ты раньше не зайдешь. Это вот такие элементарные вещи. Или, например, подача заявлений на участие, допустим, в хакатоне. Кто им говорит, а я отправлял, почему мое заявление потеряли, или еще что-нибудь такое. Ну, знаете, ну, такая советская история, такая типичная. Я уверен, да, многие разработчики сейчас узнают типично в этом персонаже, если нас слушаете. То есть, а я же сделал, а я же вот, и ты говоришь, так, блокчейн-эксплорер, ищи, вот где-то тут есть, вот да. Вот ссылка на блокчейн-эксплорер, давай вперед. И, разумеется, они не находят, начинают говорить, что блокчейн обманул, сломался, забыл про них, еще что-то такое. Но все мы уже знаем, что по факту мы имеем дело с таким немножко мелким хулиганом, и отношение к нему сразу соответствующее. И с тех пор, как люди узнали на одном из наших продуктов, что такая штука есть, все стали с большим уважением относиться к системе именно и к своим действиям. На самом деле, в том числе, уровень дисциплины возрос многократно. И, то есть, обратите внимание, ни наказания, ни порицания, просто человек знает, что есть правила игры, они незыблемы. То есть, грубо говоря, что ты не успеешь здесь, то же самое, что и не сесть на самолет. Все, ты не сел на самолет, ты опоздал, ты не полетишь, точка. Но тут то же самое. То есть, неотвратимость последствий, это на самом деле тоже то, что может дать блокчейн, и осознание этого позволяет как раз людям относиться с большим, как сказать, с большим уважением, даже не столько уважением, сколько осознанностью, наверное, с большей осознанностью к своим цифровым действиям. Потому что все уже знают, что это не просто, грубо говоря, какое-то вот эфемерное что-то, там где-то в компьютере, там за экраном, а это уже по факту действительная часть твоей жизни, действительная часть бытия, в общем-то, и это позволяет довольно большое количество проблем снимать на самом деле. Так что пока что блокчейн часть своего направления не поменял, то есть по-прежнему это хранилище, которое неизменяемое, с подтвержденными всеми транзакциями. То есть это по-прежнему та самая вещь, и она такой и останется. Просто вопрос как раз в том, что мы строим над ней. Вот что мы строим над ней, это вот как раз зависит от нас. И мы стараемся сделать все возможное, чтобы это было что-то классное и полезное. А если брать наше татарское сообщество, и, например, у нас вот есть союз татарских порталов, портал Питер Татар, вот мы можем свой токен выпустить, и вообще, в принципе, надо ли это делать, и что с этим потом токеном делать, если это не только ради такого исследовательского формата, что можете порекомендовать в этом плане? Ну, самое простое, что можно сделать, у ВКонтакте есть сейчас платформа NFT токенов. Если у вас есть группа ВКонтакте, можете пару токенов там сгенерировать. Ого, здорово. Да-да-да, довольно забавная вещь. Там элементарная вещь, там можно картинки в токены загонять. А вот аудио, кстати, не знаю, не проверял. Может, можно уже аудиофайл загонять в токены? Опять же, с этим токеном что делать? Каким образом он может нам профит принести какую-то выгоду? В чем польза будет от этого токена? Однажды, когда вы станете очень знаменитыми и великими, вы сможете этот токен продать подороже. Осталось бы даже... Или, например, грубо говоря, токен вашей организации, например, да, вы можете сделать, допустим, сделать мерч. И у вас уже будет именно мерч с значением вашего токена. В принципе, красиво. А, такой синтез, да, сделать от токена к мерчу. Да-да. А дальнейшее развитие, вот, потому что вы говорили про платформу Солана, да, вот, ну, как бы, вот эти вот возникающие новые решения технологичные, да, они, насколько я понимаю, очень динамично, да, вообще все там происходит. Предугадать и прогнозировать вообще что-либо сложно, как я понимаю. Или все-таки есть понимание, как в 2024 году развернется вся эта платформа в плане простого, ну, как бы, потребителя. Вот. Можно какое-то такое тоже здесь для себя нащупать, понять тренд, как двигаться? Честно говоря, я думаю, что для конечного потребителя, вот, как вот для наших вот как раз клиентов некоторых, они не почувствуют разницы. То есть для них будет все так же. Вот экран, вот там что-то происходит, вот что-то пишется. А разница будет лишь в том, как это пишется. То есть, грубо говоря, каждое действие не удалить теперь вообще никак, которое именно бизнес-значимое, ну, или, возможно, не бизнес-значимое. То есть все развитие всех систем, оно будет чуть более эволюционным. То есть сейчас, например, вы можете, грубо говоря, зайти в систему, потом на следующий день зашли, оп, она другая, там переустановили, да? А тут так уже не будет. То есть она должна будет постепенно эволюционировать от одного вида к другому виду. То есть вот такие вещи. Но я думаю, что конечные потребители разницы не ощутят. То есть бизнес-значимые вещи, грубо говоря, и как именно, которые решают боли, у них есть определенный интерфейс. Интерфейс – это человек и его органы осязания. И его органы осязания не поменяются, хоть как блокчейн не развивается пусть. Поэтому я думаю, что для людей, пока не будет нейроинтерфейсов, ничего не поменяется. А вот когда будут нейроинтерфейсы, я даже боюсь представить, что там будет. А когда они могут появиться? Вообще-то просто их еще люди… Ну, они еще пока на афгенах тестируются, на других животных. Ну, а так уже есть. Если брать вообще в глобальном смысле всю эту блокчейн-систему, экосистему метавселенной такой цифровой экономики, то наши соотечественники, Россия с учетом всех вот этих заслонов и вот этих вот моментов, связанных с настроением внешним, к россиянам, вот наши разработчики и все, что связано с нашей системой, вот мы как-то отстаем, либо мы в соответствии, либо, может быть, это опережаем. Вот можете как-то вот такую картинку дать, срез по общей ситуации, мировой и, в частности, роль России, ну, как бы российских разработчиков в этом во всем? Ну, я лично считаю, что развитие вот IT-сообщества можно оценить только по количеству open-source решений. То есть, сколько разработчиков имеет свободное время или достаточное количество вот внутренних сил, чтобы создавать какие-то продукты, которые затем они отдают сообщество и развивают это уже в открытом сообществе. Текущие вот, на мой взгляд, ситуации как раз показательно является то, что open-source решений в России очень мало создается. Прям очень мало. По той причине, что либо все просто погружены в работе, либо просто не хотят работать вне работы, потому что, ну, IT – это про созидание. И как вот в мире, на самом деле, искусства, есть два, как бы, вида вот этого созидания. То есть, грубо говоря, которые уже стоят в тираже, просто зарабатывают деньги, и лучшие, которые как раз бегут вот эти вот экстра-километры жизни, чтобы улучшаться, чтобы двигать вперед. И вот, на мой взгляд, сейчас пока что у нас еще вот область, вот где просто ради денег работают, она довольно большая. А вот область, которая ради того, чтобы улучшать комьюнити, то есть, грубо говоря, разработка с, так сказать, наверное, с уважением к комьюнити, к общественному благу, вот она пока у нас, к сожалению, еще на уровне прям ниже среднего. Прям ниже среднего. Потому что, если я тоже самое открыть GitHub, да, вот какие-то там решения, есть индийские решения, китайские решения, ну, там, естественно, западноевропейские решения, просто большинство. Есть японские решения, есть какие угодные решения. Последнее, что я видел из России, прям супер-такой мощной, это Kotlin. Это как раз компания JetBrains сделала, которая точно стала не российской. То есть, ну, и плюс, естественно, с последними событиями понятие российская разработка тоже, она, конечно, немножко так это, немножко разделилась. Да, но, тем не менее, у нас, конечно, сообщество open source прямо очень слабое, откровенно. И что, тогда получается, что мы, если, ну, как бы дальше это будет происходить, такой, да, инерционный момент, то мы будем серьезно отставать и вообще окажемся на периферии, да, все цифровые технологии, вообще технологического предпринимательства или все-таки, ну, как бы будем как-то пробиваться. Вот здесь вот государство должно как-то, да, поощряться, опять же, создавать гранты, там, что здесь может происходить. Либо социальную ответственность порождать в бизнес-сообществе, там, в предпринимательской, ну, да, такой вот среде, что давайте, вот, ну, как бы, поощрять. Вот как вы видите решение, ну, как бы этого достаточно серьезного вопроса, потому что, ну, как бы, во многих, во многих аспектах мы где-то преуспели, где-то, наоборот, запоздали и, наоборот, ушли далеко назад. Вот, чтобы здесь нам не потерять, да, вот, что лучше, что, что более, будем говорить, жизнеспособно в процессах социальных? Ну, на мой взгляд, на самом деле, государство здесь как раз не должно вылезать сюда. По той причине, то есть не нужны гранты, не нужны... Потому что я общался с большим количеством молодых пареньков и, вот, как бы, разработчиков, и вот от них слово «грант» звучит чаще, чем какую-нибудь там, типа, крутую какую-то, вот, фичу, крутую вещь. То есть практически все продукты, они построены изначально на том, что есть человек, у него есть какое-то там, то, что ему очень сильно нравится, он создал из этого, допустим, продукт, так, а потом он на этом либо заработал, либо нет. А у нас сейчас проблема в том, что все хотят денежку, ну, потому что, ну, по факту, ну, мы живем в такое время уже, будем откровенны, что сейчас, конечно, деньги очень сильно решают, прям дико сильно решают, и люди готовы тратить деньги на то, чтобы, ну, вернее, тратить свое время на то, чтобы обучиться, чтобы заработать. А вот чтобы что-то создать, чтобы что-то создать, для этого нужно спокойное состояние, безмятежное состояние вот разума, которое сейчас, это довольно такая сложная вещь, потому что либо менеджер всегда ставит жесткие дедлайны, либо просто в целом что-то пошло не так. Мы, кстати, даже как раз с Казанским федеральным университетом запустили одно исследование, мы как раз сейчас обучаем специальную нейросеточку, которая пытается вычислить по как раз поведению наличие скрытой депрессии. Да, потому что есть, в общем, подозрение, что такая ерунда происходит из-за того, что, во-первых, на тяжелое бытие, но при этом, грубо говоря, есть люди, которые там живут в существенно более сжатых каких-то ситуациях, в Африке, например, но тем не менее, оттуда open source идет. То есть, значит, явно что-то другое. Вот. Я, конечно, не берусь про такие супермасштабные вещи, но у меня есть подозрение, вот исходя из моего окружения, что просто многие люди реально почему-то уставшие, вот просто уставшие, вот они не хотят работать в выходные. Я причем не говорю сейчас работать там на задачи бизнеса, а вот просто, вот грубо говоря, вот они сидят, допустим, пять дней в неделю программируют то, ну, код, который должен работать, который решает задачи, а выходные, например, там садятся и пишут код, который просто им нравится. Такого нет. Все программисты дружно, которых я знаю, просто вот выходные, ну, безусловно, отдых, конечно, важен, но они просто забивают, в общем, при любой вот возможности стараются не работать. То есть, да, это я сейчас говорю, конечно, не про всех, дорогие коллеги, кто программисты нас слушают. Разумеется, мы все классные, это без вопросов, но просто есть среди нас довольно ленивые персонажи, которые на себя еще оттягивают большое количество ресурсов, на самом деле. И которые создают большое количество проблем. Вот, во-первых, надо убрать, ну, это именно по IT, я могу сказать, надо прекратить хайп, что айтишники зарабатывают много. Просто надо прекращать это срочно, потому что даже, не знаю, видели, не видели этот мемасик, что сейчас курьер зарабатывает больше средним, чем айтишники? Ну, я не, я не слышала, не видела, я слышала, и это уже такая устойчивая формулировка, что эти айтишники обнаглели, вот, с короны ходят, и вот, они, как бы, себя считают определенными такими вот суперзначимыми, и в этом плане существует в обществе такое настроение к айтишникам, то есть, они прям, да, вот, некую такой вот, испытывают чувствительность к этой специальности, и вот, я, насколько знаю, даже среди, говорит, школьников, приходят, есть вот эти вот компании, Skillbox, или как они, может, неправильно произношу, приходят, представляете, на тему профориентации, и со школьниками уже ведут разговор о том, что, вот, может быть такая специальность, имейте в виду, мы вас ждем, ну, то есть, идет такая проработка, обработка детей, и они, как бы, рисуют перспективы, почему идти к нам, хотя я, работая в компании производственной, отечественной, да, мы испытываем дефицит по столярам, по тем, которые могут сваривать нержавеющую сталь, и все в таком духе, и опять институт, вот этих ПТУ, училищ, где четкая специальность есть, люди, которые умеют реально что-то руками делать, вот, вот это существует, и поэтому вот этот перекос. У нас вот в чате сейчас возник вопрос, ну, как бы, именно, можно ли создать без денег вообще криптобизнес, вообще, возможно ли это, используя, да, интеллектуальный, как бы, свой бэкграунд, и, ну, как бы, физтех, вот, вот на этой основе, возможно ли, вот такой вот вопрос, Константин? Да, конечно, это уже простое программирование, в принципе, и вот эта платформа блокчейна, сама вот эта вот, ну, система, она доступна, подключайтесь и делайте. Ага, ну, в общем, в принципе, здесь как бы как раз мы говорили о том, что было бы желание, да, и как бы разобраться во всем этом, понятно. В целом, ну, как бы, если, ну, как бы так вот сделать небольшое, подрезюме нашей сегодняшней беседы, мы говорили о том, что блокчейн, это как и интернет развивается, функционирует, что на сегодняшний день, в принципе, идет борьба за разработчиков, насколько я понимаю, да, и те платформы, где будет больше приложений, это в неком роде, ну, как бы, такой рейтинг, да, индикатор того, что здесь и дальше будет развиваться вся эта экосистема. И в целом, ну, как бы, в привязке к социальным настроениям, на примере кейса со страховым полюсом, да, как можно, да, вот регулировать, что, в принципе, блокчейн, это про правду. То есть, если мы говорим о том, что, вот, где она истина, то здесь как раз-таки не надо ничего доказывать, здесь изначально сама система построена таким образом, что все можно проверить, и это и дисциплинирует, и участников, и в целом процессы во многом. И что, конечно же, ну, как бы, государство не обязано, да, поддерживать, как искусственный интеллект, здесь вот все, что связано с блокчейном и так далее. И здесь больше альтруизма, в филантропии рождаться, в принципе, должно быть, ну, как бы, у самих вот этих специалистов, кто может писать коды, и в целом, вот в этом уже разбирается. В позиции, ну, как бы, токенизации, насколько я понимаю, это сейчас больше такой экспериментальный, да, такой игровой формат, относительно того, что даже ВК, да, разработали какую-то такую возможность и поиграться, пощупать. Я знаю, что есть какие-то, ну, вот тот же эфириум приложение сделал, где ты можешь тоже, да, вот в какой-то такой доступной форме, там как-то вот дается даже какое-то количество там токенов, чтобы ты бы тоже пощупал всю эту платформу. Вот на сегодняшний день, ну, как бы, это вот то, что я смогла для себя понять, что в полный рост заходить там, как бы, искать исполнителя на смарт-контракт, например, у меня есть книга, которую я написала, да, я, например, хочу ей какую-то, под эту книгу выпустить токен. То есть на данный момент сейчас мне преждевременно этим заниматься, насколько я понимаю, пока еще регулируется, как это все будет состыковываться между платформами, между, да, то есть это пока еще, главное все-таки успеть, не запоздать. Что еще, как бы, вот вы бы хотели дополнить с учетом нашей сегодняшней беседы, чтобы для, вот опять же, таких, как я, которые, да, все-таки блокчейн сравнивают с интернетом, в плане быть как-то вот в процессе, ну, пусть не внутри, но хоть там неопосредованно все равно быть в теме всей территории. Ну, я думаю следующее добавить, что, ну, насколько государство не должно участвовать в этом, да, настолько же бизнес должен как раз в этом участвовать. То есть, грубо говоря, что должны делать людям? Есть бизнес, у которого есть какие-то наборы, ну, например, вот те же самые страховые, да, вот на самом деле, страховые компании, просто, я думаю, пока до конца не знают, выиграют они от этого или нет. Вот, если есть, допустим, какая-то такая инициатива, которая идет, допустим, там, сообщество автостраховщиков или еще что-нибудь, вот им надо создавать свои вот эти вот хакатоны, им надо создавать свои вот эти вот инклюзивные системы, где другие разработчики, которые готовы реально как раз на альтруистических началах делать, потому что они любят то, что они делают, вот они должны поддерживать такие движения, потому что, грубо говоря, любая, вот любая оптимизация системы, которая текущие виды монетизации уменьшает, она, скорее всего, увеличивает другие виды монетизации, то есть и бизнес на то, и бизнес, что он должен давать вызовы не только своим конкурентам, но и самому себе, чтобы двигаться дальше, иначе получается просто застой, а когда происходит застой, естественно, приходит другой игрок, который потом просто берет и дружно всех сносит, ну, вряд ли, конечно, в России появился такой внезапный игрок, но, в принципе, на примере того же самого Тинькова можно что-то такое предположить, то есть, почему не может быть такое в мире страхование? Вполне может. Вот, так что, и такие вещи вы должны делать именно бизнес-сообщества, ну, профсоюзы, возможно, должны это делать, то есть, вот, например, вот вы производственник, я знаю тоже кучу производственников, почему никто не пытается, например, собрать собственного робота, например, конвейерного какого-нибудь, то есть, ну, есть огромное количество компаний, которые зарабатывают 100 миллионов плюс, но в Кинте по 50 тысяч рублей, 400 тысяч заводов, например, вот 400 тысяч заводов, например, если по 50 тысяч рублей скинуться, да, значит, получится примерно 2 на 10 десятой степени, это сколько, 2 миллиарда рублей, но за 2 миллиарда можно уже собрать что-нибудь полезное, вот просто, копеечный вопрос, на самом деле, копеечный вопрос, и все ждут что-то от государства, все что-то ждут, при этом все покупают себе с удовольствием большим, всякие луи-виттонные и так далее, и так далее, и так далее, то есть, просто гигантское количество средств выходит реально в как раз ненужные погремушки, ну, нет, они, конечно, прикольные, они реально классные, но, тем не менее, по факту, они не супер нужные. То есть, посмотрим, мы как раз сейчас приходим с вами вот в нашем разговоре к такой кульминации, доминанции, что надо бы такую нейронную сеть в голове вообще, да, вот создать среди нас обычных пользователей и среди бизнес-сообщества какой-то такой сделать определенный такой пропагандистский такой, да, вот всплеск о том, что давайте, но на самом деле объединимся ради вот этого, и как бы все это дело, все это мероприятие закружить, посмотреть результаты и дальше уже, собственно, пролонгировать, тиражировать, ну, как бы все это планировать в таком режиме, потому что, может быть, даже через торгово-промышленные палаты, либо там еще через какие-то, да, органы, как-то вообще в целом. А вы готовы быть, будем так говорить, какие-то, если бизнес-сообщество, да, проводит какие-то там съезды, какие-то там форумы, вот выступить с такой вот идеей, что давайте, ну, как бы бодриться, может быть, даже среди там какого-то, ну, специализированного, да, национального какого-то сообщества, там, религиозного сообщества, что это, ну, это, ну, то, что вы говорите, это реально социальная ответственность, и как и нас, простых, да, бывать, так и тех, кто на самом деле от бизнеса 50 тысяч, да, там, включить во что-то, просто это же нужно организовать, это какая-то комиссия должна быть, то есть это тоже определенный процесс, протокол, регламенты и так далее, по какой-нибудь дорожной карте написать, готовы бы вы были, как бы, возглавили такой, или там, как бы, видите, как я вас подвела. А у меня есть на это даже ответ, на самом деле, можно, конечно, сказать, что, типа, да, я согласен, и все, и побежали, но на самом деле, вот как раз в мире блокчейна существует очень классная вещь, называется, децентрализованная автономная организация, и в принципе, вот мы могли бы, мы разработчики изначально, мы не, если не общественные деятели, но мы могли бы как раз, вот как это делается правильно, то есть надо создать просто платформу для игры, где вот люди заходят и могут что-то получать, и вот такую штуку вот мы хотим как раз делать, вот мы как раз вот прям реально вот нечто подобное занимаемся сейчас. Мы, конечно, сейчас пока начали с AI, потому что AI все-таки вот более сейчас пока болючая тема, чем блокчейн, но тем не менее вот мы как раз в это направление идем, то есть чтобы была платформа, были люди, они зарабатывали виртуальные вот эти вот токены, и потом эти токены можно было бы обменивать, например, на что-то, то есть по факту, ну что нужно на самом деле, вот разработчику, допустим, ну роботов те же самые, да, ему нужны листы металла, ему нужны электромоторы, ему нужны сборочные линии, ему нужны вот такие вот эти все вещи, почему, например, это должно обязательно ставиться на деньгах, почему, например, нельзя просто делать, а вот запрос, вот столько токенов, заходят просто участники платформы и говорят, вот я могу, допустим, дать вот там тонну стали, там, допустим, нержавеющей, там листовой, например, кто-то приходит, говорит, а я дам, например, там, какие-нибудь там станки, например, которые могут там загибать что-нибудь, ну вот таким образом, то есть, постараться это даже строить, даже не на финансовом основании, потому что там, где финансы, там начинается вот это вот катавасия, налогообложение, так далее, так далее, просто кто как может помочь, и вот чтобы такое сделать, вот здесь как раз нужна простая платформа, то есть, без лишних вот этих вот как раз наворотов, потому что, еще раз, если опять деньги, вот появляются разработчики, типа, ребята, мы разработчики, вот мы, грубо говоря, посчитали, что вот ребятам надо вот 2 миллиарда рублей, да, можно перегнать, но опять начинаются, типа, а вот айтишники, типа, вот они самые крутые, потому что вот они аккумулируют такое количество сумм, но это же не так, то есть, это не так, это не так, это вообще, это по факту не так, айти это реально большая часть, очень существенная часть, но я бы не сказал, что это прям самая важная часть, то есть, та же самая физика, химия, или, например, когда я смотрю, как работают разные станки, которые обрабатывают материалы, я понимаю, что сколько бы я не учился на айтишниках, вот такой станочек придумать сходу, это прямо, это существенно больше, на самом деле, умственных усилий, потому что там еще железо, оно гнется, ломается, тупится и так далее, и так далее, чтобы это все было, то есть, материал оведения, вот эти все вещи, то есть, ну, нельзя их выбрасывать за борт, ни в коем случае, так что, здесь как раз в этот момент должна быть какая-то платформа, которая именно, ну, всех примерно поровну объединит, и вот это нетривиальная задачка, нетривиальная, у меня пока прям, как бы, есть примерно интуиция, как это все сделалось, но четкого понимания еще пока не хватает, но мы работаем на декоративную. Да, вообще, интересно у нас сегодня, как бы, развернулась беседа, потому что я в преддверии общения думала, вот мы немножко там нырнем про интернет, вот, про блокчейн, а мы очень много поговорили типа прикладного такого уже, да, характера, то есть прям много чего разработан как бы по кейсам прошлись. Конечно, следующая беседа, которая может состояться благодаря тоже вашему вниманию, времени, она, ну, как бы, мы послушаем, да, то есть связь получим, да, по этому эфиру. что бы вам хотелось в завершении сегодняшнего нашего разговора, ну, как бы сказать с точки зрения такого вдохновляющего, в то же время такого рационального и, будем так говорить, реалистичного, чтобы люди как-то вот так вот в облаках не летали. Ну, ничто не дается бесплатно, это самое главное, что надо понять. Дорогу осиливает идущий, это тоже надо понять, но при этом ошибка на один градус в начале пути приведет совершенно не туда через много лет. Поэтому надо вот как раз тщательно выбирать, чем заниматься и еще более тщательно, вернее, не жалеть свой труд и понимать, что мы сейчас в довольно тяжелом положении, в общем-то, но спасение утопающего, это, сами знаете, чья работа. Да. Да, мы будем, да, спасаться. Так, ну и по искусственному интеллекту наше знакомство началось на этой платформе, что там у нас происходит из таких последних новостей, так, может быть, небольшой был запрос, да, вот искусственный интеллект, что Казань, Иванополис, и что там у вас стоит, какие разработки, что смогли уже в результативности выдать, есть чем порадовать, чем погордиться? Ну, вообще, на самом деле мы тут сейчас как раз изучали, когда вот эту вот систему вот подсознательной депрессии, этой скрытой депрессии, мы проанализировали как раз большое количество текстов и большое количество материалов, и на самом деле мы поняли, что мы используем формулировки, которые немножко так называемый делают фрейминг, и вот мы сейчас сделали, мы, в общем, открыли, ну, используем большое количество open-source решений, кстати, к сожалению, которые написаны не отечественными разработчиками, вот, к большому сожалению, которые как раз позволяют создавать, обучать вот эти вот, значит, языковые модели, то есть мы причем стараемся обучать как с нуля с помощью определенных решений, так и обучать существующие решения, то есть наподобие как open-source Lama, версии 2 и другие вещи, для того, чтобы можно было создавать, грубо говоря, нейросеть создает текст, потом обучает другую нейросеть, которая уже этот текст анализирует, та в свою очередь берет потом вот этот полученный опыт и анализирует уже какой-то тестовый набор данных и нетестовый набор данных, и мы уже за это вытаскиваем инсайты. Но это вот, и это работает, и это возможно теперь сделать уже просто простому человеку. Единственное, что для этого требуется, это мощная видеокарта, которая позволит либо обучать нейросеть, либо исполнять ее. И вот мы сейчас как раз пробиваем историю, чтобы можно было, грубо говоря, брать в аренду за очень дешево или за бесплатно мощные видеокарты. Мы как раз разговариваем со многим представителем, пока не будут говорить с кем, вот когда скажут, что они согласны и дадут нам это все, тогда скажем, чтобы вот все, кто хотят в open source двигаться, мы будем создавать систему, которая позволяет пользоваться вот этими вот видеокартами мощными на бесплатной или вот еще очень дешевой основе. Вот чем смогли, как говорится? Ну, как говорится, дорогу осилить на ведущие, вы как бы делаете вот эти шаги. Это такая четкая специализация, конечно, вот она, ну вот я слушаю, понимаю, что это интересно, это какой-то отдельный мир, какая-то параллельная реальность и в общем-то, дай бог, чтобы дальше все у вас развивалось и эмоционировало. Ну что ж, Константин, да, благодарим за сегодняшнее общение, за сегодняшнюю встречу и надеемся на продолжение в силу ваших возможностей временных. Я еще раз представлю нашим зрителям, что с нами сегодня Константин Скобельцин был, он директор научной студии, эксперт в области разработки высоконагруженных информационных систем. Так что, Константин, процветание по вашему делу, вдохновение, ресурсности. А мы, Питер Татар, Яковлев Генединовый и Союз Татарских порталов, до новых встреч, с вами прощаемся и ждем обратной связи, ваши пожелания, рекомендации на будущие встречи и диалоги. Рахмат, Викзур. До новых встреч. Все пока.